Легендарный Эвандер Холифилд принял решение о возвращении в мир бокса. К счастью, речь не идет о возобновлении боксерской карьеры. Холифилд создал промоутерскую компанию Real Deal Championship Title Boxing. Я всегда хотел заниматься промоутерством, но не торопился, ведь в этом деле главное, чтобы рядом были правильные люди. Бокс был добр ко мне и пришло время мне дать что-либо взамен. Буду заниматься продвижением молодых бойцов. Наша задача – поиск молодых талантливых бойцов, организация конкурентных шоу, налаживание контрактов с ТВ-каналом и с другими промоутерами. Украинский топ-проспект среднего веса Сергей Дервиченко свой следующий поединок проведет против нокаутера из Ямайки 27-летнего Кемала Рассела по кличке The Hitman. Поединок запланирован в качестве главного события боксерского шоу от Элла Хеймана на 14 марта и будет транслироваться на общедоступном ФС1. Хулио Сизар Чавес-младший прокомментировал гипотетическую победу над Саулем Альваресом и возможный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным. Я нокаутирую Канелло в восьмом раунде. Если я его побью и они не захотят реванша, я буду драться с Головкиным, потому что я никого не боюсь. Дэниел Джейкобс признался, что по мере приближения поединка с Геннадием Головкиным ощущает определенное давление, а также допустил вероятность того, что их бой может продлиться все 12 раундов. В данный момент я ощущаю немалую тревожность. Ближе к бою нервы разгораются, и я хочу быть в состоянии выйти и решать величие. Мне хочется увидеть в Мелисед Скверт Гардене мою семью, моих друзей и всех, кто поддерживает меня. Я лишь жду этого момента. Это большая возможность для меня. Не думаю, что бой пойдет лишь в направлении нокаута. Поймите, я боксер, и мы оба имеем за плечами боксерский опыт. У нас обоих было много нокаутов в профессионалах, но наш поединок может пройти всю дистанцию. Я не скажу, что придерживаюсь плана выйти и нокаутировать кого-то. Это бокс, и в квадрате ринга может произойти все, что угодно. Никогда нельзя ничего предсказать. Похоже на то, что Давид Хэй и Тони Билю так и не смогут встретиться непосредственно лицом к лицу до выхода в ринг. Во избежание непредвиденных казусов на состоявшейся вчера в финальной пресс-конференции боксеров вновь разделили живые барьеры из фактурных секьюрити. Субтитры сделал DimaTorzok